Здравствуйте зрители и подписчики! В этом видео я расскажу вам о том, как сделать умный звонок на платье ESP32CAM, который при нажатии на кнопку будет отправляться фотографию в мое приложение. Если вы хотите поддержать выходом новых видео, просто поставьте лайк и подпишитесь на мой канал. Еще я хотел бы вас поблагодарить за 1000 подписчиков. В такие сложные времена это неплохой толчок в развитии моего канала. Не буду тянуть время и приятного просмотра! Проект умный звонок работает следующим образом. Когда кто-то нажимает на кнопку звонка, плата ESP32CAM делает фотографию, отправляет вам на телефон уведомления и загружает полученную фотографию в облачную базу данных. Все фотографии будут храниться удаленно, поэтому вы в любой момент сможете их просмотреть. Также вы можете получать фотографии по команде с моего приложения. Полученную фотографию можно сохранить в галерею. Для того, чтобы осуществлять связи с умным звонком через приложение, первым делом создайте пользователя. Открыв соответствующий экран, выведите почту пользователя и придумайте его пароль. После этого укажите данные вашего пользователя на экране входа. Теперь нужно подключить плату ESP32CAM к питанию, подключиться к Wi-Fi точке умный звонок, открыть этот экран приложение и ввести название и пароль в вашей Wi-Fi сети. Еще можно настроить разрешение фотографии, решимый баланс белого, установить то, будет ли включаться вспышка при получении фото, и то, будут ли фотографии переворачиваться или отзеркаливаться. Последние параметры отвечают за то, будет ли плата ESP32CAM переходить в режим глубокого сна после отправки фотографий. Если эта опция включена, большую часть времени плата ESP32CAM будет проводить во сне и просыпаться только когда кто-то нажмет на кнопку звонка. Если делать звонок, работающий на аккумуляторе, это позволит вам экономить достаточно много электроэнергии, но при этом вы не сможете получать фотографии по команде с приложения. К тому же, плата ESP будет тратить больше времени на отправку самой фотографии. Если вы будете питать плату ESP от сети 220 В, я рекомендую отключить эту опцию. Когда вы настроите нужные вам параметры, нажмите на эту кнопку и выберите способ отправки. Если вы настраиваете параметры работы первый раз, отправьте их по Wi-Fi. Если же вы ранее уже настраивали параметры работы, вы можете отправить их по интернету. Для того, чтобы снова перейти в режим настройки параметров работы, нажмите и удерживайте специальную кнопку на умном звонке. После этого у вас снова появится Wi-Fi точка. Последнее, что мне осталось показать вам в моем приложении, это экраны настройки. Самым важным параметром здесь является то, как фотографии будут удаляться из облака, и то, какое может быть их максимальное количество. Если вы укажете, что будет удаляться только самое первое фото, это будет означать то, что в облаке будут храниться только первые пять и более фото. При выборе второго варианта будут удаляться полностью все фотографии. Для этого проекта я использовал платформу для мобильных приложений Firebase. О ней я уже неоднократно говорил на своем канале, но для тех, кто еще не знаком с Firebase, я вкратце о ней расскажу. Платформа Firebase предоставляет систему авторизации пользователей, два вида облачных баз данных, хранилище файлового сторейча, хостинга для веб-приложения, облачные функции и функции машинного обучения, систему облачных сообщений и много чего еще. Из этого всего я использовал систему авторизации пользователей, базу данных RealTime Database, хранилище файлового сторейча и систему облачных сообщений. Давайте разберем это все по порядку. Система авторизации мы пропустим, так как в ней ничего особенного нет. И сразу перейдем к RealTime Database. RealTime Database представляет из себя облачную базу данных, данные в которой хранятся в виде JSON структуры. Главное преимущество этой базы данных в том, что данные в ней обновляются в реальном времени. Поэтому ее можно использовать для обмена данными между платой ESP32 или ESP8266 и вашим смартфоном. Для того, чтобы одной базой данных могло пользоваться сразу несколько пользователей, как раз-таки нужна система авторизации. Каждые зарегистрированные пользователи обладают уникальным идентификатором. С его помощью можно отсортироваться данные так, чтобы каждый пользователь управлял только своими данными. А для того, чтобы защитить данные пользователей от друг друга, в Firebase предусмотрены правила безопасности. Эту базу данных я использовала для отправки команды на загрузку фото и для того, чтобы после загрузки фотографии плата ESP могла отправить ссылку на скачивание этой самой фотографии. В хранилище файлового сторича данные отсортированы похожим образом. Для каждого пользователя выделена отдельная папка, в которой хранятся фото с загрошенной платой ESP32.com. Для Firebase Storage существуют свои правила безопасности. В нашем случае в них прописано то, что пользователь может загружаться фото только в папку, имя которой соответствует его уникальному идентификатору и то, что можно загружаться только изображение. Следующий инструмент платформы Firebase это система отправки облачных сообщений. Существует два типа облачных сообщений. Это сообщения с уведомлениями и сообщения с данными. Первый тип облачных сообщений обрабатывается библиотекой для Firebase Cloud Messaging. При получении сообщения такого типа автоматически отображается уведомление от имени андроида приложения. Параметры уведомления, а именно приоритет уведомления, заголовок, основной текст, иконка, действие, которое будет выполняться при ношатии на уведомления. И некоторые другие сдаются прямо при отправке сообщения в Firebase клиентам. В нашем случае они задаются в скетче для платы ESP32.com. Сообщения с данными содержат только массивом типа ключевое значение, которые можно прописать в скетче. Такие сообщения обрабатываются вручную самим приложением. При получении сообщения с данными у вас не отобразится автоматическое уведомление, так как вы сами будете решать, какие выполнять команды. Если к сообщению с уведомлением добавить массивом с данными, получится третий тип сообщений. Облачные сообщения можно отправлять как отдельным устройством через их токены, так и на определенные топики, на которые может быть подписано сразу несколько устройством. Для этого проекта я использовал второй вариант. Теперь давайте поговорим о скетче для платы ESP32.com. Ссылку на скачивание самого скетча и всех нужных библиотек я оставлю в описании к этому видео. В скетче вам следует указать ваш часовой пояс. Если время получения фотографии не будет совпадать с вашим, добавьте или отнимите единицу. Если вы уже установили набор для плат ESP32, выберите плату iSyncer ESP32.com. Убедитесь, что у вас установлена последняя версия платы ESP32. Перед непосредственной загрузкой кода подключите плату ESP32.com через USB-тел преобразователи по этой схеме. После загрузки кода можно подключить основную кнопку звонка и кнопку для перехода в режим настройки параметров работы куша по этой схеме. Теперь давайте подведем итоги. В этом видео я не показал вам готовое техническое решение, а лишь рассказал о программной составляющей. Поэтому то, как будут выглядеть готовые приборы вам предстоит продумать самим. А на этом мое видео подошло к концу. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал, всем удачи, всем пока!